Итоги британского референдума о членстве в Евросоюзе запустили волну обсуждений и споров, что же будет дальше с Великобританией, с европейским регионом, да и с миром в целом. Политики, эксперты, журналисты уже которую неделю щедро делятся своими прогнозами. При этом британские власти, похоже, решили взять паузу и совершенно не торопятся запускать процедуру выхода из ЕС. В эфире проекты 24 вопроса, в студии Максим Угляница, здравствуйте. Единственным законным способом выйти из Евросоюза считается 50-я статья так называемого Римского договора. Его составляли еще при создании Европейского экономического сообщества. Но пока ни одно государство этой статьей не воспользовалось, так что четкой процедуры с детальным описанием каждого шага просто нет. Но это технические нюансы. А есть же политические и экономические проблемы. Например, многие эксперты всерьез обсуждают, кто следующий. Сильные евроскептические настроения замечены в Швеции, Дании, Греции, даже Франции. Так что, Евросоюз разваливается или наоборот становится сильнее? Может, без Британии многие решения в ЕС будут приниматься проще и быстрее? Как вся эта история может повлиять на отношения Беларуси с Великобританией и Евросоюзом? И сколько потеряет мировая экономика на разводе Лондона с Брюсселем? Сегодня в программе обсуждаем Брекзит и его последствия. Наши гости – замдиректора Центра системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Георгий Гриц и политолог Петр Петровский. Приветствую вас в нашей студии. Как вы считаете, а Брекзит вообще как таковой состоится? На мой взгляд, Брекзит уже состоялся. Ну, пока референдум, но обсуждают. Обсуждают. Но, скорее всего, Брекзит состоится, потому что, а, уже и британские элиты с этим смирились, да и часть британских элит выступала за выход из состава Европейского Союза. Не секрет, что сторонники Брекзит сформулировали определенную экономическую и политическую программу. Это укрепление британского сотрудничества, возможность введения даже какой-то единой валюты внутри британского сотрудничества. Это, напомним, британское сотрудничество. Это какие? Это Австралия, Новая Зеландия, Канада в том числе. Многочисленные бывшие колонии Британии. Причем, следует отметить, что британская система права – это система прецедента. Поэтому, например, управление британской королевой сегодня оно занижено. Почему? Потому что неиспользование тех либо иных функций британской королевы не означает, что они отсутствуют. Королева, говорят, у нее есть право вето. 400 лет, правда, не пользовалась, но она может взять и сказать. Я не согласна. Пример приведу. В 70-е годы, когда Австралия захотела выйти из НАТО, королева при помощи своего губернатора, напомню, что есть губернаторы, назначаемые королевой, сняла этого премьер-министра. Такие факты и прецеденты есть. Поэтому в крайних случаях эти способы управления будут использоваться. Поэтому британское содружество сегодня является первоочередной задачей, на мой взгляд, Британии. Британцы, британские элиты на этот счет выбрали свой путь. Я бы, так сказать, с другой стороны посмотрел на этот процесс. В принципе, Брэкзит – это как бы уже следствие, не причина, недовольствие чего-то. Это следствие, может быть, кризиса современной неолиберальной мировой модели экономики, именно там, где апологетами выливаются Соединенные Штаты Америки. И хотя вроде у нас есть такое ощущение, что Запад – это един модель экономики, но на самом деле англо-саксонская модель и так называемая германская модель – они очень противоречивы. Германская, французская – она такая социально ориентированная рыночная экономики. Британская – она более либеральная. И вот мне кажется, тут конфликт вот в этом. То есть попытка сегодня разъединить вот эту модель и отсутствие выйти в какой-то независимый формат. Ну а сразу вопрос, а британцы это понимали, когда голосовали? Или это элиты инициировали, а уже какие-то… Вообще вот с голосованием ситуация достаточно, мне кажется, запутанная. Неоднозначно, опять-таки, более глубинная причина. Ну, например, надо понимать, что, в принципе, в Британии было всего лишь три референдума. Ну, я имею в виду, вот это прошлое и это столице. И это не Швейцария, где там заранее заложено каждый месяц, там, кантоны проводят референдумы. То есть я к тому, что говорю, это было серьезное, блядь. Это один момент. Второй момент, ну вот кажется, сегодня там четыре или сколько миллионов собрали против, да? То есть думали какими-то эмоциями. На самом деле, вот Камерон, он, так сказать, заложил фактически свою политическую карьеру, поступил в антиристичную. И когда он выторговывал себе преференции в рамках Евросоюза, то они же не в евро, не в шенгене. И фактически он прикрывался мнением рядовых, ну, так сказать, жителей Великобритании. И им всегда навязывалось, вот Евросоюз, он плохой, Евросоюз там в Брюсселе, так сказать, доминирует. Некомпетентный уровень бюрократии брюссельской. А потом вдруг, неожиданно, он сказал, нет, хотим в Евросоюз. Людям внушали, что это, так сказать, невыгодно Великобритании, а тут, ну, то есть это вот, я считаю, одна из ошибок, если говорить, вот, глобальное одно такое, макроэкономические, да, глобальные проблемы. А второе, это просто элементарный просчет политика. Если развод все-таки состоится, как вы считаете, как долго он может проходить? Есть законодательная база, четко определенная в Лиссабонских соглашениях, период, это два года. Единственное, надо сейчас вот будет заниматься чем? Разработкой конкретных шагов, конкретных механизмов, потому что они не прописаны. И думаю, что этот прецедент должен быть каким-то образом закреплен, в том числе внутри Евросоюза, каким-то законодательным актом. Ну, сами европейские власти там чуть ли не до семи лет, ну, весь процесс, пока потом все проголосуют. Ну, там, правильно, коллега говорит, два года это прописано, так сказать, в Лиссабонском акте, а пять лет это говорят, что вот именно, так сказать, ну, как бы разрулить, там, забрать игрушки с этой песочницы. Или имущество разделить, если уже аналоги проводить. Это состоит и несколько по-другому, надо сказать. Надо понимать, что сегодня Евросоюз – это живой организм. И вот основная проблема, вот конфликт сегодня, да, в Евросоюзе как таковом, это, так сказать, по какой модели развиваться Евросоюзу. То есть, вполне вероятно, что Евросоюз трансформируется в другую структуру, которая будет даже интересна той же Великобритании. То есть, сегодня очень много разговоров, и тут апологетами являются и Германия, и Франция. Это создание так называемого единого государства Европы или Соединенных Штатов Европы. О чем еще Черчилль, кажется, да, вот этот термин впервые. Черчилль, кстати, он, по-моему, в 1946 году выступал в Голландии на одном из международных площадок и сказал, что мы поддерживаем Евросоюз, но вне Евросоюза, да, мы ассоциируемся в Евросоюз, но не участвуем в Евросоюзе. То есть, в общем-то, Великобритание всегда было, немножко, так сказать, дистонировалось. И более того, вот, ну, в дурном сне даже Великобритании могло ли присниться, что поляк будет руководить фактически, ну, Великобританией. То есть, сегодня вот Англия и Франция, они сторонники все-таки единого европейского государства с налоговой системой своей... Германия. ...с границей, да, Германия-Франция. То есть, это несколько другая модель. Это другая модель, модель вот этой либерального английского, так сказать, формата государственности. Вполне вероятно, что сегодня, так сказать, пойдет Европа по пути англосаксонскому, и вполне вероятно, что они и вернутся. Но это уже другой будет Евросоюз. На мой взгляд, здесь еще надо сделать акцент на то, для чего вот именно британским элитам было выходить вот из... Да вроде, как бы голосовали не за? Ну, частично. Формально. Та же партия консервативная, она была евроскептической. Это единственное... Да та же Тереза Мэй говорит, что я-то как-то и была вроде и против этого, да, Брэкзит, а... Другие, например, говорили, что за. Ну, говорить, конечно, можно с другой стороны много чего теперь. В партии консерваторов было фактически разделение на это. Ну, и зачем, да, как вы считаете? Посмотрите, сейчас достаточно популярные идеи, в том числе и в США, президентские выборы, тот же Дональд Трамп, связанные с модернизацией при помощи закрытия страны, ухода внутри себя. Тот же Трамп говорит, давайте мы не будем распыляться на мировые какие-то проблемы, давайте перестанем быть жандармом, давайте сосредоточим ресурсы внутри собственного государства. Такую же идею, в принципе, сегодня будет осуществлять Британия. То есть это модернизация собственными силами. Конечно, это будет модернизация при помощи транснациональных корпораций. Уже британцы уменьшили часть налогового времени для транснациональных корпораций, для того, чтобы переманить эти транснациональные корпорации и штаб-квартиры к себе. – Переманивать не надо, у них и так много, скорее сохранить, чем переманиться. – Да, но те же самые ирландцы и французы, они уже достаточно обеспокоены этим решением уменьшения налогового времени, по-моему, с 20 до 15 процентов, я не помню. То есть эти факторы говорят о том, что Британия хочет собственными силами сконцентрировать ресурсы внутри себя для какого-то технологического рывка, который сейчас, в том числе Евросоюз, у него тоже план есть, инвестиционный план Юнкера на 315 миллиардов евро. Британия фактически отказалась участвовать в этом плане Юнкера, а это означает субсидировать другие страны, другие экономики. – Ну, вообще, если о проблемах все-таки говорить, сама ситуация, когда страна, ну как ни крути, пополам расколотая. Да, может кто-то смирится теперь, может кто-то не смирится, но фактически. Вот это не будет проблемой осуществления тех же планов, например? – Не надо тут какие-то аналогии проводить пополам, то есть Великобритания, они достаточно законопослушны. И, в общем-то, там никаких партизанских отрядов, никаких-то возмущений, оно не будет. – Ну, партизанские, если только вот в Северной Ирландии, где-нибудь там. – Ну, это другой формат совершенно, это национализм. Поэтому, скорее всего, ожидать раскола Великобритании как таковой не надо, если, конечно, не будет внешних каких-то попыток, типа вот через ту же Шотландию. Но я думаю, что это излишнее опасение. Другое дело – это конфликт двух ветвей развития западной, так сказать, миропорядка. Это вот социальная политика Франции и Германии, это с высокой долей государственности, социальной ответственности, это вот одно. И другое – это вот либеральная модель, от которой пошла и, так сказать, Соединенные Штаты Америки, и та, которая себе доминирует. То есть они конфликтуют сами по значанию. Поэтому вот состыковать трепетную лань и осла, ну, не получилось в Евросоюзе. И более того, если вспомнить немножко историю, 50-е года, то Великобритания два раза была, Великобритания отказана в Евросоюз, и генерал Деголь, он два раза накладывал вето, и он говорил, что это несовместимые модели государственности. Потом только, когда генерал Деголь ушел, так сказать, приняли Великобританию, и вот в конечном итоге получилось то, что получилось. Я думаю, надо искать более глубинные причины. Здесь следует также сказать, что если вспомнить, например, поездку руководителя Шотландии в Брюссель, то Дональд Туск отказался встречаться. Это означает то, что европейские структуры не дали добро на какие-либо референдумы и даже не предложили какой-либо дорожной карты для Шотландии. То есть, как они в первые дни сказали, давайте, раз так решили, вот побыстрее выходить. Да. В принципе, немалая вина в том, что произошло, это и в евробюрократии Брюсселя. Если Камерон фактически до юра мог не уходить, то есть, действительно, правильно коллега сказал, что референдумы имеют такой совещательный, рекомендательный, да, то есть, тональность, то никто из евробюрократов даже это не заикнулся. То есть, им там очень комфортно, очень это, и более того, они отказываются даже пересмотреть свою политику. Хорошо, для Беларуси в последние годы Великобритания была одним из основных торговых партнеров. Там то в тройку даже входило, то в пятерку, в первую стабильно. Правда, в этом году, на начало года, как я видел информацию, что резко сократились объемы до 70%. И основной продукт, которым мы торгуем, это нефтепродукт. Как опять же я понимаю, что-то кардинально изменится теперь. Вы правильно, так сказать, вот заключительную часть своего вопроса отметили. То есть, впечатление, что это Великобритания, там, трактора мы продаем, там, или торгуем какой-то нанотехнологиями, ну, это, к сожалению, глубокому не так. То есть, действительно, нефтепродукты. И падение торгового оборота вызвано падением мировых, так сказать, биржевых котировок по нефтепродуктам. Да, вот, так сказать, и весь ответ. То есть, как такой партнер... Он влияет на нашего торгового партнера, основанного на Российской Федерации. Он влияет на рост ВВП в Евросоюзе, который второй партнер, да, это платежеспособность комплекта. То есть, сегодня большинство аналитиков говорят, что в результате Брексита в течение трех-пяти лет падение ВВП Европы будет от 1 до 9%. Ну, в зависимости... Ну, сами там Еврокомиссариан сказал 0,5%, но это прогноз, это еще не... Да, так сказать, сами себя походят. Поэтому, в принципе, вот такого прямой следа, но для нас очень важны тренды, потому что мы участники Евразийского Союза. У нас такие же похожие партнеры, так сказать, как та же Европа и Россия, да, на которых действительно влияют. Поэтому, я думаю, что причина вот искать надо в этом, или, точнее, не причина... Ну, и падение тогда можно ожидать все-таки дальнейшего, да, и с Великобританией, и с Евросоюзом в целом. То есть, если мы опять-таки продвижаем тот тренд, что нефть является определяющей, котировки нефти, то нефть сегодня, в принципе, по прогнозам, она, скорее всего, стабилизируется в течение следующего года, или даже вырастет там, ну, максимум до 10 долларов. В принципе, мы сегодня торгуем, это наша родовая травма, так называемой продукцией третьего, четвертого технологического лада. И более того, те же нефтепродукты, калийные удобрения, которые фирмируют более 50% экспорт, это вообще сырьевые товары. Исторически, в последние 50 лет доходность компаний, которые торгуют этими всеми видами продукции, падает рентабельность. И она в среднем составляет, вот, может, тренд продукции, менее 5% рентабельности. Поэтому надо говорить не только о рынках, надо говорить о выпуске и выходе на новые виды продукции, новые виды услуг. Но это деньги, конечно. Это деньги, но это инвестиции. Это, кстати, тоже имеет корреляцию вот с тем вопросом, что вы говорите. Если не только о деньгах и об экономике говорить, уже пишут о некоторых, ну, политических, назовем их, или как-то по-другому последствиях, которые могут быть. Вот правда ли, что Brexit – это удар по проевропейским настроениям в Беларуси? Там разные есть цифры, мы знаем разные опросы, сколько людей настроены положительно к Евросоюзу. Я могу сказать, что проевропейское настроение у нас неумолимо падает с 2014 года после украинских событий. Brexit – это точка. Мужчина говоря, жирная точка. Сегодня проевропейское настроение у нас по разным подсчетам. От 14 до 20%. Все, вот это они уменьшили. Мне кажется, тут надо говорить о возрастном цензе. То есть вот так 14-20 – это не показатель. Наверное, говорите, молодежь. Я согласен. Среди молодых, да, чуть больше, но и среди пожилых, наверное, еще меньше. Поэтому в среднем… Следует сказать, что среди молодых достаточно разительно отличия на этот счет. И многие говорят, что даже присутствует некоторый межпоколенческий разрыв. Но я бы сделал акцент немножко на другое. Что, как переформатируется политическое поле нашего региона после ухода Великобритании из состава Европейского Союза? Уменьшается англосаксонская составляющая. И сателлиты – это страны Прибалтики, Польша – они становятся наедине с евробюрократией. Поэтому вот этот саммит, что недавно буквально прошел НАТО, они будут делать акцент именно на евроатлантическую интеграцию, силовую интеграцию, военную интеграцию. Это уже было продемонстрировано решениями этого саммита. То есть в Европейском Союзе эти страны и так не имели особого веса, особенно Прибалтика. Сегодня они уходят на второй план и являются фактически такими маргиналами в своих мыслях, в своих идеях, в своей политике. Польша, конечно, будет иметь вес, она будет усиливать свое противостояние с Брюсселем. Но сам по себе ее вес в принятии решений в регионе Европейского Союза, евробюрократии, резко уменьшится. Что это нам дает? Прагматизацию политики Европейского Союза, большую ориентацию на улучшение отношений с Евразийским Союзом, с Российской Федерацией. Реал-политика, которую Германия в том числе проводит часто. Путь к минимизации вот этого накала противостояния из-за Украины. Украинская тематика сейчас будет уходить из повестки дня. И будут искаться пути решения в том числе санкционных вопросов. И то, что на петербургский форум ездил сам Жан-Клод Юнкер, это продемонстрировало. Европейцы, конечно, хотят красиво это сделать. Не упасть лицом в грязь, но при этом эти шаги являются иллюстрацией того, что Европейский Союз готов к сотрудничеству. А белорусский вопрос будет в повестке дня? Вот говорят, что сейчас вообще не до нас будут внутренние проблемы в Евросоюзе. Действительно, Европейскому Союзу будет в политическом плане не до нас. Почему сегодня произошла фактически поляризация Европейского Союза Брексит. Создал, с одной стороны, в кавычках радикалов возьмем, это Германия, Франция, которые буквально через три дня, четыре после Брексита уже появилась информация о их проекте супергосударства. Со второй стороны, это вдохновило радикальных евроскептиков, которые уже Марин Липен заявила, та же самая австрийская партия свободы, которая в связи с перевыборами есть, у них все шансы занять президентское кресло Нидерланды, о таких же референдумах. И эти государства и общества также разделены пополам, как и Британия. – Георгий, что мы будем обсуждать дальше, как вы считаете, Грексит, Фрексит? – Ну, во-первых, выход Греции, кстати, этот проект, он практически был синхронен с Брекситом, да? – Про Грецию интересно пишут. То есть сам Евросоюз чуть ли не были времена, когда Греции… – Выталкивали их. – Да. – То есть действительно, коллега говорит, Франция, вот там недавно, по-моему, весной проводился референдум, не референдум, а мониторинг общественного мнения, у них еще больше, так сказать, сторонников выхода с Евросоюза. Я думаю, что наиболее, так сказать, рациональным сценарием, это будет в Европе создание двух глобальных политико-экономических блоков. И более того, это выгодно… – Это какие? – Первый вокруг Германии? – Второй вокруг Великобритании. – А в Европе вы имеете в виду не в Евросоюзе, а в принципе на континенте в Европе? – Европа как центр, да, как центр вокруг там сетилит. И более того, это даже соответствует эволюционным каким-то там развитиям, взятия того же Дарвина. То есть когда мощный какой-то организм забюрократизированный со всей политикой, он неповоротлив, он все вот эти возмущения, он давит. А когда несколько центров силы, то есть в борьбе противоположностей рождается более сильная структура. Сегодня сам Евросоюз, он создает все условия для развала существующей модели Евросоюза. Посмотрите вчерашнее, позавчерашнее решение Брюсселя наказать Испанию и Португалию. То есть те пытаются поддерживать национальную экономику, у этих стран максимально уже вышел за все рамки уровень безработицы, Говорят, нет, ждите, пока мы с Брюсселя дадим. Ну что им остается? Им остается только действительно заявить какой-то демарш. Ну тогда мы выйдем, нам не надо такие советчики. Мы тоже хотим нормально жить. То есть сами еврокомиссары должны задуматься вообще. А кто виноват? То есть они же сами большая... Ну, по крайней мере, провести какой-то референдум о соответствии, действительно ли сегодня Брюссель выполнил то, что он должен был быть. Он сегодня, что не шаг, он шаг в тупик. Ситуация очень сложная. И Брексит – это скорее вот пена, да, пена из-за вот этой мутной, так сказать, воды, которая сегодня образовалась. Ну а что нам в Евразийском Союзе, как вы считаете, какие выводы из этого Брексита можно сделать? Первое, что вот политика, когда вот такая централизация происходит, когда центр диктует условия и всех ставят под одну гребенку, там, от Кыргызстана, например, до Беларуси, мы видим, к чему это приводит. Это приводит, прежде всего, к недовольству, с одной стороны, тех, кого держат за страны третьего сорта, например, там, Прибалтику, Польшу. Страны, откуда просто люди уезжают в ту же самую Великобританию. Страны второго сорта им говорят, вот вы должны проводить эти реформы, должны замораживать там зарплаты, никак не влиять на безработицу, если повлиять, мы санкции против вас ведем. И страны первого порядка, ядро. На мой взгляд, такого не должно быть. В этом отношении Европейский Союз нарушил принцип такой межгосударственной солидарности. Кстати, в СССР он был решен каким образом? Более богатые страны фактически помогали и выводили до уровня республики, до уровня среднестатистического, более отсталые, например, среднеазиатские республики. То есть фактически мы, Россия, Украина, мы занимались модернизацией Средней Азии, что и способствовало стабилизации социальной в этой системе. Ну, конечно, там были тоже свои минусы, Советский Союз распался, это тоже один из уроков. Но сам смысл, что надо учитывать голоса всех, делать, производить индивидуальный подход каждому государству, понимать его специфику и особенность, особенно в Евразийском Союзе, где, если Казахстан, Беларусь в политическом плане похожи, то, например, Кыргызстан и Армения в политическом плане это совершенно другие государства со своими традициями, и там наша политическая традиция просто не приживется. То есть политическая многоукладность, экономическая солидарность, кооперация, вот только вот такие. И, конечно, общий инвестиционный проект, на мой взгляд, у нас в Евразийском Союзе нет общий инвестиционного проекта, который мог бы модернизировать… Планы Юнкера своего, да? Ну, условно назовем. Не просто планы Юнкера, а проекта, который бы модернизировал все наши экономики, сцепил их в какую-то общую, не знаю, трансгосударственную связку. Я член Еврокомиссии, как раз-то вот по промышленной политике, и вы знаете, там есть Евразийская комиссия. Другое дело, что вот от слова к делу… Легко побежу, да, так сказать, в результате получилось то, что все… Брекзит был референдум через пень-колоду, так сказать, проведен. Более того, вот, иногда говорят, биржевые котировки – это своеобразная температура. Так вот, за день, за два до Брекзита котировки Великобритании, английские фирмы росли. То есть никто не верил вот в эту составляющую, да, вот эту… По-моему, даже из политиков никто не верил. Совершенно. И следующий, так сказать, вывод, что это еще раз подкрепляет жизненность образования, внутри этого образования. Возможность выхода должна быть, как вы считаете, все-таки? Должна. Четко прописано. Ну, мало что бывает в жизни. Это является маркером. Зашли, увидели, не нашли. Если вы не даете возможности выхода государству… Да, выливается во что-то другое. Да. Если цивилизовано, тогда выявляете… Совершенно верно. Это нормальный… Как те же Баски, как та же Северная Ирландия. То есть оно должно прописываться совершенно верно. То есть иначе могут с оружием в руках начать. Надо просто предупреждать выход. То есть создавать те условия, когда просто государство не захочет выйти из того или иного объединения. Наверное, да, согласен. В общем, вывод делаем такой, что надо смотреть, наблюдать за этим процессом, делать выводы. Может быть, и не всегда сторонним наблюдателям говорить, да что у них там. Надо учиться на чужих ошибках, а не на своих. Вот, мне кажется, главный вывод с Брекста. Спасибо. Кстати, Брекзит никак не повлияет на судьбу кота Ларри. Он официально занимает должность главного мышелова резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит-10. Ларри – госчиновник, поэтому он останется и при новом премьер-министре Терезе Мэй. Ну а главные новости о жизни Беларуси вы всегда найдете на нашем Ютьюб-канале. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова